Итак, начну я с информации, точнее с цитаты. Помните, Дмитрий, он улетел, но обещал вернуться. Это Астрид Лингрен, Карлсон, который улетел, и фракенбок стояла у окошка и махала платочком вслед. Так вот, он еще не улетел, он только прилетел. Карлсон в Москву, у меня так заглавлен стрим наш сегодняшний, но не подумайте, что я сошел с ума, действительно в Москву прилетел Карлсон. Не с пропеллером, гораздо хуже. Я сейчас говорю про американского телеведущего Такера Карлсона, это бывший ведущий телеканала Fox News. Он известный своей симпатией к русскому миру, прилетел в Москву 1 февраля рейсом из Стамбула. По предварительным данным, Карлсон приехал в Россию с целью взять интервью у Путина, об этом сообщают российские СМИ. Бывший ведущий Fox News много лет вел подряд свое шоу Такер Карлсон Тонайт, где рассказывал о наркозависимом сыне Байдена, в кавычках я все беру, об инопланетянах, о биолабораториях США, о маргинальной Украине, которая сотрудничала с нацистами во Второй мировой войне. В марте прошлого года это вечернее шоу на канале Fox News закрыли, приютил у себя его, кто бы вы думали, Дональд Трамп. Значит, чем еще известен Карлсон, что он заявил, что Трамп проиграл выборы 2020 года, потому что демократическая партия подтасовала программу электронного голосования Dominion Voiting System, и эта компания подала в суд на Fox News, и адвокаты владельца канала заключили досудебное соглашение, друзья, вы не поверите, знаете, сколько канал дал отступных этой компании, Дмитрий? Вы не поверите. 787 миллионов долларов. Почти, ну, три четверти миллиарда. Богатый канал. 1,6 миллиарда в судебном порядке, но договорились, значит, в несудебном. Итак, когда Путина хвалит Соловьев, Скобеева или, там, Озаренок в Белоруссии, еще такое дело. Мы все понимаем, информационная война, их бойцы информационного фронта нам давно известны, противны, ненавистны и так далее. Ну, мы к ним уже привыкли, но тут едет целый Джон Восьмеркин, американец, помните? Вот целый американец приехал в Москву, его по балетам сейчас возят. Да, он посмотрел в Большом театре щелкунчик уже вложил. Да, да, ходил по Большому, что называется. Значит, что вы думаете, в чем риск того, что американский ведущий, журналист приехал брать интервью у Путина? Я вам даже по-белому позавидовал, потому что такая метафора, ходил по-большому, это прекрасно, это в лучших традициях. Есть у кого учиться, Дмитрий. Это в лучших традициях, мне бы такое в голову не пришло, это класс, браво. Такер Карлсон, фигура одиозная, безусловно. Я не знаю, приехал ли он один в Москву или с Фрэкинбок. Я не знаю, получит ли он за интервью с Путиным от России какие-то деньги, потому что многие агенты влияния России получают от нее за это деньги по всему миру. Я не знаю, завербован ли Карлсон российскими спецслужбами, но у меня есть несколько четких моментов понимания. Первое. Приехать в Москву сегодня и брать интервью у Путина может только подонок. Второе. У меня есть ощущение, что Такер Карлсон борется не против Байдена или против Украины, а против Соединенных Штатов Америки. Потому что интересы Соединенных Штатов Америки направлены на то, чтобы Украина победила эту коричневую чуму 21 века Россию. И если человек имеет противоположные взгляды, то его позиция идет в разрез с позицией его страны. Третье. Совершенно отвратительное действие, когда он будет брать интервью у Путина. Мне даже трудно представить, что там будет, но это уже похвалила Ксения Сорчак. Вот, мол, здорово. Потрясающе. Как они все, когда наступает момент Икс, дудят в одну дуду. Потрясающе. Дудят в одну дуду. Но дуд в этом был не замечен. Дудят не от слова дудь. Да. Это Юрий будет дуть, а эти дудят. Значит, фу, отвратительная вонючка. Не хочу даже о нем говорить. А я пока вы говорили про прилет Карлсона, подумал, что фраза «малыш и Карлсон» так будет называться интервью Карлсону с Путиным. Вы сегодня в ударе. Спасибо большое. Как и Виталий Кличко. Виталий Кличко был бы рад, потому что удар – это его партия, а вы сегодня в ударе. Слушайте, ну, «малыш и Карлсон», Путин и этот «такер Карлсон» – это блестяще. Опять метафора. Счет 2-0 в вашу пользу сегодня. Спасибо большое. Безоговорочно проигрываю. «Малыш и Карлсон» – браво. Так, отлично. Начало хорошее. Спасибо большое. Так, Дмитрий, давайте с вопросом. Смотрели ли вы вчера национальный отбор Евровидения? Василий, нет, не смотрел. И объясню, почему. Мне глубоко не интересен этот конкурс. Я понимаю, что вызову возмущение участие нашей уважаемой аудитории. Как Евровидение? Ну, мне вообще не интересно. Это политический, я считаю, конкурс, далекий от музыки. Когда такая система голосования. Ну, понятно же, что русские не будут голосовать за украинцев. И белорусы не будут, допустим. А может и будут белорусы. Понятно, что армяне не будут голосовать за азербайджанцев, азербайджанцы за армян. Понятно, что хорваты не будут голосовать за сербов, а сербы за хорватов. Ну и так далее. То есть это чистая политика. Это несправедливый, я считаю, конкурс с сомнительными исполнителями. Там фриков куча. Я его не смотрю, мне это неинтересно. Я вчера посмотрел последний фильм, ну, крайний фильм Романа Поланского «Дворец». И всем советую, посмотрите потрясающее кино. Роман Поланский «Дворец». Посмотрите и скажите дяде Димам спасибо, классный фильм. Я дальше посмотрел крайний фильм Люка Бессона, называется «Догма». И у меня противоречивое, значит, чувство советовать не буду. Не потому что 100% плохой фильм, например, «Супруге моей» понравился. То есть на любителя. Так что, если есть любители Люка Бессона, пожалуйста. Почему я заговорил про Евровидение, Дмитрий? Примечательно, тут две есть под темы. Во-первых, вчера сломалась ДИЯ. Наша самая лучшая хваленая в мире, ну, и тут без сомнений, без доли иронии. ДИЯ, безусловно, шикарное приложение, которое взяли на вооружение уже в других странах. Вчера дала сбой, значит, и министр трансформации, отец ДИЯ Михаил Федоров заявил, что 3 февраля зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта. По его словам, вместо 800 запросов в секунду, как это было год назад, было 15 тысяч запросов в секунду. Можете себе представить, почему, собственно, подзависла система. Министр добавил, что увеличили мощность ДИЯ в пять раз. Но сейчас ДИЯ уже работает. У кого-то, кстати, впрочем, у меня тоже, пропали документы на автомобиль. А может, их и не было? Ну, автомобиль же есть. Автомобиль есть, а документов, возможно, не было. И документы тоже были, поэтому я хочу предупредить, будьте внимательны, если вас вдруг остановит полиция, и вы захотите показать в ДИЯ, что это ваш автомобиль, не получится. Ну, или проверьте, по крайней мере, и возьмите пластиковый. А еще, Дмитрий, про то, что стоило Украине... Нет, с другой стороны, займут. Румыния отказалась проводить нацетбор в Евровидении 2024 вместе с тем и выбирать представителя своей страны на конкурсе. Вся проблема в том, что у страны сейчас финансовые затруднения, из-за которых она не может позволить себе принимать участие в таком масштабном конкурсе. На сайте Прозорро указано, что вечернее телевизионное шоу под названием «Национальный видбир на евробачивание 2024» стоил, без нескольких сот гривен, 11 миллионов гривен. Все эти деньги были уплачены из государственного бюджета Украины. И вот в соцсетях разгорелся спор. Как это, ну, получается, Румыния, у которой нет войны, Румыния, которая помогает украинцам, Румыния, которая, там, член ЕС и НАТО, не может себе позволить, отказывается. А мы можем себе позволить, при этом сами нам помогают западные страны. Как правильно? Правильно ли тратить деньги или на эти деньги, не знаю, что-то купить другое? Сначала о ДИИ, что касается ДИИ. Это блестящее изобретение Украины, которое запатентовано многими странами. Подавляющее большинство цивилизованных стран не может похвастаться вот такой ДИИ. И как тут не сказать добрые слова в адрес отца ДИИ, как вы сказали Михаила Федорова. Это выдающаяся фигура, на мой взгляд. Это человек будущего, который еще много уверен для Украины сделает и уже сделал. А то, что случился сбой, ну, слушайте, это закономерно, такой наплыв желающих, да, войти в ДИИИ одновременно. Но, опять-таки, Михаил Федоров сказал, что все устранят, учтут и на будущее справятся и с этими вызовами тоже. Но, повторяю, он совершенно потрясающая личность. И его вклад в укрепление обороноспособности Украины, в укрепление цифровизации Украины, вообще, я думаю, еще и близко неоценим. Это все впереди. Теперь, что касается, стоило или не стоило Украине, по примеру, Румынии, участвовать в Евровидении. Ну, давайте считать. 11 миллионов, у вас калькулятора нет рядом. Это приблизительно 300 тысяч долларов. Но речь идет не об участии в самом Евровидении. Это лишь отбор, который прошел вчера, столько стоил. А участие стоит только дорого. Конечно. Ну, смотрите, 300 тысяч долларов на вскидку, да, это 100 дронов. Я же, 100 с чем-то дронов. Я себе задаю вопрос. А для каких дронов? Да, да. Ну, ей просто есть FPV дроны, надо понимать. Есть Mavic, да, Mavic дороже. Мавики, разведывательные дроны, которые мы покупаем, они сейчас стоят 95 тысяч гривен, что ли. Ну, 2,5 тысячи. Значит, считайте, ну, 100 с чем-то дронов. Я себе задаю вопрос. 100 с чем-то дронов или отборочный тур Евровидения? Для меня ответ очевиден. 100 с чем-то дронов. Для кого-то ответ может быть другой. Вот нашу страну надо представлять на Евровидении. Это мощно, это... Принимается ответ. Принимается. Но я мыслю просто. Вот я еду по любому городу Украины и смотрю, что делают дорогу. Вопрос сразу у меня. С этой дорогой можно потерпеть еще год-два? Если можно, эти миллионы, которые на нее потрачены, перевожу в дроны сразу. Ответ простой. Я считаю, что сегодня все, что можно, следует направить на усиление, улучшение, увеличение боеготовности. нашей армии и на зарплаты ребятам, которые находятся на передке, на первой линии обороны. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть то, что я говорил. Я считаю, что за счет местных бюджетов каждому человеку, который находится на первой линии обороны, на линии соприкосновения, нужно доплачивать еще тысячу-две, я не оговорился, долларов в месяц. И местные бюджеты с этим вполне справятся. Я в этом уверен. Потому что много средств из местных бюджетов по-прежнему банально разворовывается. Потому что у нас, несмотря на войну, несмотря на то, что, казалось бы, надо всем работать в одном направлении, по-прежнему уйма чиновников, которые тупо воруют бабки из бюджетов. Точка. Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля, то есть сегодня, посетил передовые позиции в селе Работино в Запорожье. Об этом сообщают социальные сети президента. Цитирую Владимира Зеленского. Запорожская область, Работино, расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды. Честь быть сегодня здесь, поддержать воинов и наградить на их плечах сложная решающая миссия, отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами. Спасибо каждому. Владимир Зеленский пожелал бойцам скорейшей победы. Вместе с Зеленским, с ним был глава офиса президента Андрей Ермак на позициях. Дмитрий Ильич, это невероятно, поскольку Работино находится буквально фактически на линии фронта. Если посмотреть Deep State карту, друзья, вы увидите, что от Работино до нуля вообще буквально ничего. Поэтому я себе с трудом представляю. Помните, показывали Путин, что-то приехал куда-то, то ли в Мариуполь, то ли ночью. Та, в штаб военного округа в Ростове он приехал. Ну, рассказывали, что якобы в Мариуполь. Если это Путин. Да, но нет, он там еще и на Крымский мозг приезжал. Помните, там вначале же подъехал, покрутился. Опять же, если это он. Я к тому, что невозможно, чтобы представить даже, что Путин где-то появился на линии фронта. Владимир Александрович делает это. Я не представляю, как поднимает боевой дух, конечно же, нашим бойцам. Своим примером приезжая на нулевые позиции. Это очень круто. Тут безусловный аплодисмент. Ну, у меня есть свое мнение по этому поводу. Оно немножко отличается от любого другого. И я объясню свою позицию. Меня приезд Зеленского на передовую, это не первый, не второй, не пятый, не десятый далеко его приезд. Он часто приезжает и на Донбасс, и в Херсонскую область, и в Запорожскую область. Там, где жарче всего. Меня это, конечно, впечатляет. Меня это, конечно, по-человечески восхищает. Хотя бы даже и с той стороны, что Путина на передовой мы ни разу не видели. И, ну, я знаю Зеленского, он очень смелый человек и решительный. Но мне не нравятся эти поездки. Я объясню, чем. Украине нужно беречь жизнь своего президента. Очень нужно. Он должен быть здоров и жив, самое главное. Поэтому я бы настаивал на том, чтобы Зеленского не пускали на передовую. Потому что там случается все. Слушайте, в Киеве с ним может случиться все, что угодно. С каждым из нас. Все, что угодно. А ехать искать смерти, будучи смелым, бесшабашным, иногда и безрассудным наверняка. Но я считаю, что это не есть хорошо в плане государства. Государство должно обеспечить надежную охрану и защиту Зеленского. И не пускать его туда, где жарко. Потому что он нужен в Киеве. Для принятия важнейших решений Украина должна быть с президентом. Ну, я думаю так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok